В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Более двух тысяч пар танцоров со всей России приняли участие в кубке звездного вальса. Наш уникальный звездный вальс стал брендом видновского края. Кто такие бёрд-вотчеры и почему они наблюдают за птицами? Среднепёстрый дятел – это Красная книга России и Красная книга Московской области. Поиграй со мной! Центральная детская библиотека предлагает большой выбор клубов и кружков по интересам для ребят разных возрастов. Тут мы можем и полежать, мы можем посидеть, мы можем встать, подвигаться, побегать. Более двух тысяч пар танцоров со всей страны встретились на турнире во дворце спорта «Видное». В 12-й раз в нашем муниципалитете состоялся кубок звездного вальса. На паркет вышли и совсем юные участники, и профессионалы. С ними пообщались мои коллеги. В первый день кубка звездного вальса на паркете выступали начинающие спортсмены. Ребята только выучили основные движения европейских и латинских танцев. Не сбиться им помогал счёт хореографа. Это называется начинающие танцоры, которым деткам от трёх лет и маленькие пятилетние. Многие первый раз в жизни выходят сюда, и вот они всего вчера танцевали здесь весь день. Конечно, тоже было очень радостно для родителей, потому что в дворце спорта действительно очень большая площадка и трибуны, очень удобно всё. Во второй день турнира на паркет вышли профессионалы. Самое яркое событие и для танцоров, и для зрителей – показательное выступление четырёхкратных чемпионов России и призёров чемпионата мира. Алексей Глухов и Анастасия Глазунова приехали поддержать спортсменов и дали старт состязанием. В звёздном вальсе кружились участники из 50 городов страны. Побороться за кубок приехали даже танцоры из Якутии, Карелии и Иркутска. На трибунах участников поддерживали около тысячи зрителей, в их числе и первые лица муниципалитета. Желаю всем успехов и хочу сказать, наш уникальный звёздный вальс стал брендом Витнерского края. Сперва на паркете европейская программа. В неё входят танго, медленный и венский вальс, фокстрот и квикстеп. Затем латинские танцы – самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв. Стандарт и латино – разные номинации, в которых предусмотрены отдельные награды. Поэтому каждая пара делает упор на то, что им ближе. Мы немножко первый тур подустали, уже как-то не до конца размялись. Но я думаю, следующие туры будут как-то… Лучше. Лучше по-физическому. У нас латиноамериканская программа как-то идёт лучше. Лидирует, да, лучше парень. А у Стандарт еще есть такие переживания, потому что мы довольно редко выходим из бурнира. Ещё одна пара из Москвы – Максим Сафронов и Полина Сальникова – волнуются не меньше. В этот день они впервые выступали вместе. Кроме того, Полина приехала на турнир не только в качестве участника, но и в роли хореографа нескольких младших пар. Рассказывают, от турнира ждут в первую очередь удовольствия и хорошего танца. Расскажите, почему такое направление вы сделали, именно бальный танк? Красота! Это моя душа просто. Вот я кайфую, когда танцую. Кип-хоп, конечно, классно, но нет, всё-таки это танцы вечно для души. Ты открываешь, когда танцую. Традиционно в турнире принимают участие и видновчане, воспитанники клуба «Звёздный вальс». Ева Гольфельд и Давид Егишан делятся. Оба мечтают не только стать чемпионами, но и воспитать чемпионов. Возможно, даже открыть свой клуб. С выбором профессии давно определились. Танец для них – это жизнь. Я люблю танцы за то, что они дают возможность выражать свои эмоции. За что я люблю танцы? Ой, вопрос действительно сложный. Можно я на него отвечу просто банально? Мне кайфово танцевать под музыку. Просто нравится двигаться под музыку. Пары до самого вечера кружились в танце. Все их лёгкие парящие движения – это чистая импровизация. Спортсмены никогда не знают заранее, под какую музыку будут выступать. Поэтому от происходящего на паркете давно научились просто получать удовольствие. И, конечно, дарить его зрителю. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержали троих мужчин, подозреваемых в организации притона для предоставления интимных услуг. Установлено, что злоумышленники вблизи 31-го километра МКАД в районе поселка Дубровский организовали точку, где девушки оказывали платные услуги интимного характера. В результате оперативно-розыскных мероприятий после передачи денег клиенту полицейскими задержаны три женщины в возрасте от 28 лет до 41 года, одна из которых ранее уже привлекалась за занятие проституцией. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении. За что задержаны сотрудники полиции? Оказывала интимную услугу за деньги. Ранее привлекательные службы? Да. За аналогичные? Да. Кроме того, рядом с местом происшествия оперативниками задержаны организаторы незаконной деятельности, трое уроженцев Тамбовской области, двое из которых ранее судимы. Мужчины подыскивали девушек для оказания интимных услуг, обеспечивали их безопасность и доставку к месту работы, а также собирали деньги с клиентов. В ходе досмотра задержанных были обнаружены и изъяты планшет, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты и женская одежда. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрано мера процессуального принуждения в виде обязательства явки. 17 мая во всем мире отмечают День борьбы с артериальной гипертензией. О самом распространенном заболевании сердечно-сосудистой системы поговорим с врачом-кардиологом Видновской районной клинической больницы Анной Постниковой. Анна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, немного об этом дне вообще. Когда он появился, когда его начали отмечать? С 2005 года Всемирная организация здравоохранения совместно с Лигой борьбы с артериальной гипертензией установила День борьбы с артериальной гипертензией как одним из основных факторов сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к смерти. К сожалению, в 2022 год не стало исключением. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией проводится под рамкой «Измеряйте свое артериальное давление, контролируйте его и живите дольше». То есть это действительно самое распространенное по вашей части заболевание? Да, это одно из распространеннейших заболеваний в мире. К сожалению, оно молодеет. И измерять артериальное давление нужно начинать достаточно в юном и раннем возрасте, с 17-18 лет. Особенно у лиц, у кого имеются близкие родственники по женской или мужской линии, имеющие сердечно-сосудистые проблемы, в том числе артериальную гипертензию. Какие факторы риска можете назвать? Что влияет? Один из основных факторов риска, к сожалению, это гиподинамия, это избыточный вес, это приверженность употреблению калорийной, жирной, жареной пищи и фастфуда. А кто подвержен? Есть ли такая категория людей? Чаще всего подвержены люди, страдающие избыточным весом, сахарным диабетом, злоупотребляющие алкоголем, имеющие один из факторов риска, как курение и гиподинамию. Ведущий стрессовый образ жизни, к сожалению, это сейчас модная тенденция зарабатывать, зарабатывать деньги любым путем, в том числе и своим здоровьем. А если какая-то вообще профилактика, может быть, существуют витамины, вообще такое возможно, что как-то нормализовать давление? Одно из основных целей профилактики – это нормализация образа жизни. Это ограничение жирной, жареной, соленой, копченой пищи, ограничение фастфуда. Это дозированная физическая нагрузка не менее 30-60 минут в неделю в среднем темпе. Можно посещать бассейн, можно заниматься плаванием, кататься на велосипеде, иметь положительные эмоции и настрой. А проводятся ли какие-то профилактические мероприятия, то есть кто хочет проверить свое здоровье, например, в нашей поликлинике? В 2022 году, так же, как и в прошлые годы, в нашей поликлинике проводится всеобщая диспансеризация населения, которая проверяет многие факторы риска, имеющиеся у человека, измерение артериального давления, дает соответствующие рекомендации по образу жизни и коррекции его лечения. Поэтому приходите в поликлинику, измеряйте артериальное давление, контролируйте его и будьте живы и здоровы. Спасибо. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-кардиолог Видновской районной клинической больницы Анна Постникова. Они умеют различать более 200 птиц средней полосы России не только по внешнему виду, но и по голосам. А еще точно знают, какие пернаты обитают в том или ином городе. Такой знаток есть и в Видном. Наш следующий репортаж о бёрд-вотчере Ольге Еременко. Таких, как видновчанка Ольга Еременко, на Западе миллионы. Но в России бёрд-вотчинг только набирает обороты. Им занимаются орнитологи-любители, которые коллекционируют встречи с птицами в естественной среде их обитания. Они изучают виды, голоса и повадки пернатых, наблюдают за ними в парках, лесах и у водоемов. А затем заносят свои наблюдения в специальные базы для ученых. Есть специальные сайты, например, iNaturalist, eBird, TrueBirds. Туда можно вносить время, место встречи, вид, фотографию. И это помогает ученым определить ареал обитания определенных видов и какие-то тенденции, численность. Лучшее время для наблюдений – раннее утро, когда птицы наиболее активны. Стать birdwatchером может любой человек, интересующийся пернатами. Для этого понадобится бинокль с 8-ми или 10-кратным увеличением, определитель птиц, профессиональный фотоаппарат с хорошим объективом, неврозская и удобная одежда и обувь и, конечно же, теоретические знания. Их можно получить на специальных курсах. Курс полевой идентификации птиц, разработанный Норвежским университетом Норд. Преподаватели курса – это профессиональные орнитологи, сотрудники биологического факультета МГУ и опытные бёрдеры. И вот с апреля по июль мы все выходные дни с раннего утра, с 6 утра и до вечера проводим на полевых занятиях. Настоящий birdwatcher, чтобы участвовать в мониторингах и в научных работах, должен знать и различать более 200 птиц средней полосы России как по внешнему виду, так и по голосам. В городах среди привычных нам ворон, воробьёв и голубей живёт множество самых разнообразных птиц. Несколько видов синиц, дроздов, чаек и уток, скворцы, зарянки, зяблики, дядлы и многие другие пернатые. В Ленинском городском округе, к примеру, гнездицы зимуют более 100 видов, половину из которых Ольге уже удалось запечатлеть. Помимо широко распространённых, встречаются здесь и довольно редкие виды. Например, в районе Купеленки девушка наблюдала серых цапель и болотную курочку-камышницу. Среднепёстрый дятел – это Красная книга России и Красная книга Московской области. Также белоспинный дятел, седой дятел – это тоже Красная книга Московской области. И слышала чёрного дятла жилну, но пока здесь его не встречала. И также ополовники – это длиннохвостые синицы, тубоносы. О своих находках, помимо специализированных ресурсов, Ольга рассказывает на официальных страницах видновских парков в социальных сетях в рубрике о Бёрд-вотчинге. Мечта девушки – встретить усатую синицу, ремеза и остальных редких представителей пернатых Подмосковья и собрать полную коллекцию их фотографий. В Центральной детской библиотеке работают несколько клубов и кружков по интересам для ребят разных возрастов. Особой популярностью пользуются игры на ковре. Какую развлекательную программу юным читателям предлагают хранители книг, узнала наш корреспондент Галина Житкова. Волшебное путешествие в загадочный мир знаний для ребят 3+, начинается с перемещения из вертикального положения в практически горизонтальное. Мягкое ковровое покрытие дает возможность мечтателям и фантазерам продемонстрировать все свои таланты и достижения. Сидя за столом, детки, конечно же, быстрее утомляются. Вот эта статичная поза, да, все равно как-то не расслабишься. А тут мы можем и полежать, мы можем посидеть, мы можем встать, подвигаться, побегать, поиграть активно. Ну, в общем, здорово. Игры на ковре существует всего лишь год, но даже за это короткое время стало понятно, насколько такая форма работы удобна и максимально комфортна для девчонок и мальчишек. Библиотекарь, подобно аниматору, увлекает и приглашает в игровой форме познавать окружающий мир. Мне рисовать нравится. А что ты рисовала? Такое интересное. Может быть, это был любимый сказочный персонаж или из мультика что-то? Я рисовывала цветочки. Два раза в месяц поиграть и пообщаться друг с другом приходят порядка 15 любителей развивающих игр. Ограниченное пространство не мешает активным и веселым заняться любимым делом. Я люблю догонялки. Тут получается? Да, я бы хотела, чтобы здесь всегда был уют и порядок. Ну это же, наверное, от вас тоже зависит. Вы помогаете? Да, да и да. На демонстрации ловкости, умений, творческих способностей ребята не останавливаются. Могут еще отрепетировать поход в магазин. На случай, если мама попросит помочь в покупке овощей и фруктов. Может, что-то интересное? Может, на улице какую игру хочешь? Можно было мяч, футбол. Присоединиться к дружному сообществу может любой желающий подходящей возрастной категории. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. А я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...